Так-так, ну и сколько лет ты уже один? Чего? Знаешь, сначала родители, затем брат. Как-то не задалось. Некоторые на том месте бы уже выпилились бы, но не ты. А ты адвокат по вопросу на следствие? Ну, я действительно представляю сторону защиты, правда не в судебной практике. Тогда кого же ты защищаешь? Мой клиент очень специфичный. Я бы сказал, что ни один человеческий разум не может даже его себе вообразить. И чем же я могу помочь? Я хочу дать тебе работу. Почему же я? Ну, по крайней мере, ты дослушал до этого момента. Послушай, нам нужен человек. Без семьи, без привязанности, без детей. Исполнительный и спокойный. В общем, чисто ты. И никто больше не подошел под эти признаки? Мы хотели позвать Райана Гостинга, но он нам не по карману. Зовешь сниматься в кино? Не, лучше. Я хочу дать тебе работу курьером. Полагаю, мой груз будет специфичным. Это будет самый специфичный груз, который ты только можешь себе представить. Вынужден отказаться от этого. Ой, постой, где мои манеры? Я забыл представить себе своего клиента. Биологический компьютер Галеон, находящийся в миллиардах лет в будущем. А твоя работа будет заключаться в том, чтобы передавать данные в прошлое. Я в деле. Когда приступаю? Сейчас я тебе продемонстрирую аппарат. Да расслабься и угорай. Мне это не нужно. Послушай, это будет самая интересная работа в твоей жизни. Просто возьми и прочитай это. Ты просто не представляешь, сколько раз я репетировал эту сцену. Я даже все реплики выучил. Почему дальше нет текста? Ну, потому что так надо. Фокусы закончились. Пришла пора в свободу воли. Свобода воли? Ты серьезно? Прочь приложение на телефоне. И что дальше? А дальше? Вот это. Это не похоже на то, что обычно носят курьеры. Поверь, это намного лучше и интереснее. Мне нужно показать штрих-код? Нет, нет. Тебе просто нужно лечь. В твоем телефоне написано, что я лягу? Все, что написано, ты уже прочитал. Остальные вопросы задашь ему. Фокус зашел слишком в легко. Я, пожалуй, пойду. С возвращением. Где я был? Ты был в будущем и взаимодействовал с Галеоном. Это все лазер? Временной синхронизатор. У него есть четыре передачи. Ты вернулся с первой. Каково это, пообщаться с высшим разумом? Это не описать словами. Именно поэтому ты здесь. Послушай, этот компьютер формирует данные в виде, выходящем за рамки человеческого понимания. Однако, необходим интерпретатор для этих данных. Человеческий разум. Ты сам там был? Пару раз. Слушай, график очень специфичный. Поэтому мы ищем особых людей. Без семей, без жен, без детей и всяких чепухи. Без прошлого. И без каких-либо связей с будущим. Именно поэтому я не подхожу. Таких людей очень мало. И какой же специфический график? Сутки через трое? Бесконечность через ноль. А что вы делаете с данными после интерпретации? Они отправляются в прошлое. И что вы с ними делаете? Мы корректируем ход истории так, как нам подскажет этот Галеон. То есть вы решаете других, как им жить? Про свободу воли хочется снова поговорить. Чувак, свобода воли? Для кого она нужна? Мы уже говорили с тобой, это слишком сложно. Проще приложение на телефон. И пойми, Галеон это делает для того, чтобы мы корректировали прошлое. Хорошо, покажи мне это. Не зря. Что? Все, к сожалению, это было не зря. Понимаешь, такой поток информации, и с ним сложно справиться. Но все приходит с опытом. Давай я проясню, что произошло. Я даже прочитаю тебе дословно с телефона, чтобы ничего не упустить. Ты просто послушай. ДТП по вине пьяного водителя. Бизнесмен убил свою жену. Какой-то псих сжег федеральное хранилище при неудачной попытке ограбления. И мы все это предотвратили. Что с ними стало? Не всегда удается разобраться чистыми методами. Вы убили их? Иногда для того, чтобы стал мир чуть-чуть чище, нужно поработать метлой. Если у тебя есть какие-то корректировки, милости прошу, обратись прямо к нему. Да, все верно. Тот мальчик, который попал в ДТП, выжил благодаря нам, нашим действиям, твоим действиям. И этот мальчик придумал лекарство от рака. Знаешь, сколько человек он спас? Я сейчас тебе даже точное число скажу. Пять миллионов. Не дурно, не правда ли? А вот там блондинка, которая с бизнесменом там что-то жила, она не пошла к нему. И он вышел за другую. Они родили сынишку, который придумал в итоге глазной протез. И через 10 лет на земле не осталось ни одного стрипого человека. А тот псих в банке сейчас. Он бы залез в хранилище, украл бы данные про новую бомбу, слил бы в сеть. И знаешь, что случилось бы? Третья мировая война через три года. Можно было бы сломать машину, уничтожить чертежи. Нет, 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 послушай, послушай. Если бы тот мужик не поехал по той дороге, не попал бы в ДТП, он бы поехал в бар, напился бы, набил бы морду другому чуваку и сделал бы того овощем. А этот человек тоже был сделать синтетическую еду. Знаете почему? Для чего это нужно? Потому что через 20 лет население нашей прекрасной планеты Земля очень сильно увеличится. И нам будет необходима пища. А насчет той блондинки. Она вот не женилась на этом бизнесмене. Пошла торговать наркотиками. И из-за нее скурился, снюхался дипломат, который предотвратил две войны. Две войны. А брат, брат, вот этот... В общем... Брат? Короче, это уже не изменить. Брат? Послушай, это тяжело принять. Но раз я сказал, значит так надо. Били всю мою семью. Зато... Чего они не совершают, ради будущего которого нет. И все потому что... Послушай, ты живой здесь, и я живой здесь, и все вокруг живы, потому что мы поступили правильно. Херня. Абсолютная херня. Если бы можно было поступить по-другому, мы бы поступили по-другому. Но пойми, ты бы предотвратил поступок своего брата. А знаешь, что было бы дальше? Если бы в итоге он бы не попал в хранилище, и не сгорел бы это федеральное здание, то он бы пошел бы в торговый центр. Неважно. Все это цепочкой с цепочкой в цепочку с цепочкой. Если бы в твоей записке было бы что-то другое, то мы бы поступили иначе. В моей записке? Это я послал сюда? Да. Только не сюда, а чуть раньше. И не меня, а моих колен. И если я нахожусь здесь, значит, твои корректировки и их корректировки были верны. Просто послушай, мы сделали все правильно. Не нужно себя винить чем-то. То, что случилось, уже случилось. Вот почему вы пришли ко мне. Вы работали метлой. Сделали мир чище. Вы заодно и получили кандидата на вашу работу. Послушай, мы здесь не для того, чтобы менять прошлое. Это невозможно. Мы здесь для того, чтобы изменить будущее. Разголеон. Знает, как все произойдет, то какой смысл в вашей встрече? Ты все время говорил про свободу воли. Хочешь узнать, что такое свобода воли? Держи. Валяй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok